Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Лех-Леха. Мы всю неделю будем жить с Абрамом, с нашим прадцом Абрамом. И это тот Абрам, от которого зародился еврейский народ, тот Абрам, который смог выполнить самые страшные испытания, положить же сына на жертвенник ради Всевышнего. И одно из испытаний у него было, о котором мы сейчас поговорим, и у любого драмомыслящего человека возникает вопрос, который я хочу сейчас задать. Это не просто вопрос, без которого очень сложно вообще двигаться дальше, не понимая, как такое могло произойти. Итак, Абрам спускается, он уходит от голода, спускается в Египет. В Египте существуют страшные нравы. Он об этом прекрасно знает, что египтяне не богаты на красивых женщин, а тут спускается целая красотка Абрама, жена, которая описывает, что она была очень красивая. И он понимает, что сейчас его за это убьют, ее оставят живых. Мы объясним, почему в Египте были такие нравы в ходе урока. И вот он договаривается со своей женой, говорит, везде говори, что ты моя сестра, и благодаря этому мы избавимся от опасности. Первое, я спасусь. И второе, он говорит непосредственно, что мы разбогатеем благодаря этому. И возникает вопрос, как вообще наш праотец, который является корнем, столбом нравственности, столбом веры во Всевышнего, мог так, на первый взгляд, не дай бог, безответственно поступить со своей женой, допустить, чтобы она попала в дом фараону. Ну, мало лишь того, что даже когда попал в дом фараону, он не заступился за нее, он не начал воевать, он не начал двигаться вперед. Кстати, мы скажем, усилим наш вопрос тем, что мы знаем, что когда лота берут в плен, что делает Абрама, Абрам поднимает на войну, побеждает громаднейшую войну. То есть для Абрама не было ничего страшного для того, чтобы начать войну даже со всем Египтом, но тем не менее он это не сделал. То есть тем не менее он делает действия, которые сейчас мы постараемся объяснить. Он допускает то, что он говорит, что это его жена, египтяне видят, что она очень красивая и не ведут с ним переговоров, как он ожидал о сватовстве, потому что если мы отметим, что переговоры о сватовстве как раз и вели именно кто? Вели братья. То есть старшие братья вели переговоры о сватовстве, мы это увидим в Торе, что по Торе в то время вели именно братья разговор о сватовстве. И он думает, что с ним будут вести разговоры о сватовстве, но вместо того, чтобы вести разговоры о сватовстве, берут его красавицу жену, говорят, такая красавица, это только фараону, а фараон, то есть царь, он Египта, он не ведет переговоры ни с кем, то есть царь вообще зачем ему вести, если что-то красивое, он забирает себе и все, то есть ему ничего не нужно для этого, не нужно вести переговоры ни с Авраамом, ни с кем, и так и получилось, что ее забирают в дом фараона, и при этом Авраам молчит, и при помощи громаднейших заслуг цары, нашей проматери, понятно, что она спасается, не просто спасается, фараон получает всякие болезни, при которых он не мог прикоснуться к ней даже, и в результате он выпускает ее, как и говорил Авраам на первый взгляд, с большим богатством, с большим имуществом, и говорит, что что сделал, и короче, он его отпускает и говорит, уходи с моей земли, и на этом счастливом конце эта история заканчивается, что все заканчивается не просто благополучно, а идеально, но тем не менее вопрос, который у нас возникает, обычно человек за свою жену, там, готов пойти на смерть, там, то есть, как бы он должен защищать, зачем такая жизнь, а если свершилось то, что свершилось, почему Авраам, да, во-первых, он так поступил, да, это первый вопрос, который мы зададим, и второй вопрос очень важный, который будет являться частично ответом на первый вопрос, а почему мы говорим, что Авраам пережил 10 испытаний, что у нас такое, как бы, отношение к женщинам, а Сара не пережила 10 испытаний, а Сара не ходила везде с ним рядом, она не была, не отправилась, как говорится, в Эхтаханаша, недельный глава, вместе со своим мужем, она не страдала вместе со своим мужем, а то, что ее забрали в дом, и она чуть не была изнасилована, это не нормально, то есть, для нее это не было испытание, почему, а сын на жертвеннике, все остальное, мы видим, что все, что происходило, да, то есть, с ней то же самое происходило и с Авраамом практически, но нигде в Торе не пишется, что Сара выдержала испытания, все пишут, 10 испытаний было Аврааму, но нигде не пишется, что 10 испытаний также было у Сары, да, то есть, Сара тоже были громаднейшие испытания, которые она перенесла, мало ли что, она вводит в свой дом соперницу, Агарь, другую жену, наложницу, для того, чтобы родился ребенок, и это тоже большое, огромнейшее испытание, но нигде, заметьте, Торе нигде не говорит, что Сара выстояла против всех испытаний, а Авраам, да, выстоял, именно про Авраама, Торе говорит, что он выстоял против испытаний, это второй вопрос, который мы зададим, и вопрос, если мы успеем, или расскажем на другом уроке, а вообще, зачем делать испытания Авраама, неужели мы не знаем, что человек, который пошел в печь и остался живой, да, то есть, как бы, ради Всевышнего, зачем его все время так мучить, испытывать и испытывать, но это отдельная вещь, и я не уверен, что на этом уроке мы успеем и говорить это, если успеем, успеем, но давайте вернемся к нашему первому вопросу. Итак, Сару забирают в дом фараона, почему Авраам боялся, что его, ну, что он может погибнуть, потому что у египтян был интересный нрав, то есть, я постараюсь это объяснить, это может немножко сложно понимать. Убить человека это страшный грех, взять замужнюю женщину это тоже страшный грех, то что в наше время... Так вот, почему в Египте были такие нравы, что убить человек это страшный грех, а замужней женщины это тоже страшный грех, и, кстати, сейчас, к сожалению, все считают, что убить человека гораздо меньший грех, чем там жить замужней женщиной, это как бы не так воспринимают, как раньше воспринимали, но египтяне считали так, убить человека это дело секунды, да, вот, а вот спать замужней женщиной каждый раз это громаднейшее страдание, как женщине, как ее мужу, да, то есть, тем более, если это насильничество, вот, и третья вещь, что это постоянное ощущение, это постоянное ощущение, я помню, как в Одессе Равингисер нам говорил такую фразу, может, я не сделаю с вас религиозных людей, но инвалидов я с вас сделаю. Что значит инвалидов я с вас сделаю? Он говорит, что каждый раз, когда вы захотите грешить и будете пытаться получить удовольствие от этого мира, по-настоящему удовольствию вы уже не получите, потому что каждый раз вы будете ощущать, что вы делаете что-то запрещенное, а запрещенное ощущение вот этого запрещенного не дает по-настоящему эффект кайфа, да, потому что каждый раз ты понимаешь, что ты делаешь запрещенную вещь перед Всевышним, и каждый раз это у тебя в голове, и это очень тяжело очистить. Точно так же египтяне, они понимали, что каждый раз они хотели ощущать настоящий кайф от вещи, от удовольствия этого мира, А для того, чтобы ощутить, они должны были хотя бы, чтобы в данный момент вещь не была запрещенной. И вот такой вот странный комментарий и странное положение египтян, странный подход к жизни. Но это древние люди, то есть к ним другой подход, другая психология. Так они относились к этому. Кстати, вот в субботу есть рэба, львайческий рэба приводит пример на эту идею, что есть в Талмуде, рассказывается о том, что если в субботу есть больной человек, которому срочно нужно приготовить мясо, и это вопрос жизни и смерти, что лучше дать? Или дать ему не кошерное мясо, или зарезать в субботу кошерное мясо? И ответ Талмуда, это не значит, что это действие в практике, я не знаю, как на практике мы сейчас делаем, но в Талмуде пишется так, что лучше взять нож, порезать правильно животное и дать человеку, который обязан кушать в шаббат. Почему? Потому что в тот момент, когда он будет осознавать, что он кушает на вейлу, трейфу, он кушает запрещенные навела, запрещенные вещи, которые по Торе запрещают кушать некошерное мясо, каждый раз, когда он будет ощущать, что он кушает что-то некошерное, это ощущение сделает ему еще хуже положение, и больной человек, для него это очень страшно, ощущать, что он нарушает волю Творца, и поэтому это очень важно для того, чтобы прямо взять даже в шаббат, потому что зарезал ты раз чик и все, хоть зарезал в шаббат, но после этого у тебя уже есть кошерное мясо, и он уже не нарушает постоянно запреты Торы, кушать что-то некошерное. И поэтому есть такая рекомендация. Точно так же мы понимаем, что в Египте была такая же рекомендация. Понятно, что первый ответ, что Авраам тянул время. Ну да, но мы сказали, что на это все равно у нас возникает вопрос, даже если он тянул время после того, как она была забрана к Абимелуху, то есть нужно было что-то делать, то есть Абраам, который спокойно кинулся защищать Лота и все остальное, он мог спокойно при помощи своей праведности нанести удар и поражение фараону, или хотя бы вступиться в бой равный-неравный, это уже не нам решать, но чтобы спасти свою жену. Но вместо этого он говорит, скажи, что ты моя сестра. И ответ на этот вопрос возникает из-за второго вопроса, о котором мы говорим. Почему нигде не упоминается именно о праведности Сары, о том, что она устояла. Не о праведности, а о праведности упоминаются во многих местах. То, что она устояла перед всеми испытаниями, потому что Сара находилась на много уровне выше, чем Авраам. Да, так получается, наши праматери находились на уровне намного выше, чем Авраам. И они были большей пророчесницей, чем наши праотцы. И они стояли на большой ступени. И мы видим это из Торы в нескольких деталях. То есть одна из деталей, когда Сара говорит, чтобы Ишмаэля выгнали из дома. Авраам для этого для него испытание. Ты выгоняешь моего сына, он видит, что Ишмаэль потом сделает шву. Но что говорит Сара? Сара видит последствия дальше. Она видит, чем это закончится. Точно так же мы видим, что все, на что Сара смотрела, она видела намного глубже и намного дальше. И поэтому все то, что для Авраама было испытанием, для Сары в принципе не было испытанием. Потому что ее праведность, ее уровень и ее уверенность во Всевышнем, и ее видение Всевышнего было выше, чем Авраама. И поэтому, когда у ней было пророчество, она видела, что это в результате будет хорошо. А когда человек видит, что в результате это будет хорошо, это уже не испытание. Ведь что такое испытание? Испытание это какая-то ситуация, в которой человек кажется, что происходит что-то нереально плохое, с которым он не может устоять. И это очень серьезная вещь, которая ставит его перед выбором. У Сары изначально не было выбора. Она не ставила перед выбором. Она была на такой уровне праведницы, что она шла вперед. Даже пишется, что у нее был специальный ангел, который Авраам видел. Ангел-защитник и охраняя ее, шел с ней рядом. И поэтому Авраам видел, что она находится на большом уровне. И тут мы отвечаем на второй вопрос, который мы задали. Почему нигде не пишется, что Сара устояла в 10 испытаниях? Потому что в принципе это для нее не были испытания. Мы будем задавать дальше вопрос, когда было приношение Ицхака. Да, спрашивается, если Авраам бы знал, что, то есть Всевышний ему пообещал, что от Ицхака произойдет семя, да, что он продлит род еврейский. И тут Всевышний говорит ему, положи на жертвенник. Если бы он знал, что его не зарежут, это бы не было испытаний. Если бы он знал, что только проверяет, насколько он сильный, не было испытаний. Это говорит любавический рэб, очень интересная вещь, которую нужно взять на заметку. Когда с человеком происходят очень тяжелые вещи, и он с трудом стоит перед испытанием, самое важное осознать ему, что это просто испытание. В тот момент, когда он осознает, что это испытание, он знает, что это нереальность, что это все ерунда, тогда испытание исчезает. Если ты знаешь, что это нереальная атмосфера, то испытание исчезает. Когда ты знаешь, что это к хорошему, или когда ты видишь, к чему это, да, то испытаний как такового нету, когда ты знаешь, что все закончится хорошо. То испытаний нету, то есть если ты покупаешь билет на самолет, и ты опаздываешь на самолет, то для тебя это испытание, ты сожалеешь, что ты потерял деньги. Но если ты знаешь, что в результате этот самолет взорвется, и ты опоздал на него, и ты не поехал на нем, то это уже не испытание, ты уже знал об этом. И поэтому Сара видела намного дальше, чем Авраам, и поэтому для Сары это не было испытаний. И то, что Сара стоит выше, чем Авраам, об этом говорит не только Каббала, об этом говорит сам Авраам, признает, и об этом признает сама Тора, даже не надо заклядывать в Каббалу, пишутся комментарии, что Сара зажигала свечи субботние, и они горели от шабата до шабата, до следующего шабата. Она пекла тесто, тесто подымалось, его хватало тоже, оно было всегда свежее, хлеб у нее всегда был свежий. Там несколько чудес, которые случались с нашей праматерью. спрашиваются, когда умерла Сара. Пишут, это все исчезло. Извините, вы знаете, мы учим заповеди, и что если нету женщины, которая зажигает шабатные свечи, то дома обязанность, это идет на мужа или на мужчине, который находится дома. Значит, когда не было Сары, кто зажигал свечи? Зажигал свечи Авраам, но Авраам, они не горели неделю. То есть, его праведности не хватало для того, чтобы неделю горели свечи. Не то, что он был, не дай бог, неправильный человек, он был очень праведный человек, но его праведности не хватало для того, чтобы свечи горели, и эти чудеса случались с ним. И поэтому мы видим, что Сара находилась на более высоком уровне. А раз она находилась на более высоком уровне, то не Авраам со стороны материальной, понятно, мы по материальной судим, что мужчина он сильный, мужчина, он ответственный, он принимает ответственные решения. Но мы видим наоборот, что в еврейской семье, именно семье Авраама было все наоборот, что женщина решала, как правильно быть. И поэтому это было их обоюдное решение. Понятно? И поэтому он знал, что он не может ее защитить. Она его может, а он не может. И поэтому он и знал, что именно заслуги Сары хватит, чтобы защитить его тоже. И он знал одно, что если он ринется в бой, еще что-то, непонятно, что будет. Но он знал то, что Сара, да, действительно охраняема Всевышнего. И да, Всевышний может сделать для нее чудеса, потому что она стоит на таком уровне, что Всевышний так и да, делает для нее чудеса. И он был уверен в Саре на 100%. Поэтому он ждал от нее решения. И он знал, что все будет хорошо. Он понимал, что если это происходит с Сарой, Сара знает, как правильно поступать. Поэтому он говорит, и спаси меня, чтобы я остался жил ради тебя. Что значит ради тебя? Потому что только твоя праведность в состоянии оставит меня в живых. Потому что если я скажу, я твой муж, меня убьют, и моих заслуг может не хватить. А твои заслуги меня точно будут охранять, меня точно не убьют. И то же самое, если тебя возьмут в дом, я уверен, что я вижу твоего ангела-защитника, я уверен, что все будет хорошо. И поэтому Авраам полностью полагается на Сару в этом вопросе и полностью уверен в чуде. Спрашивается, почему мы не можем быть уверены чуде, потому что, пишется, не опирается на чудо, не ждут чудо, потому что это мы простые люди. А праведник знает, что ради его заслуг может быть чудо. И поэтому и Авраам, и Сара идут на этот шаг, не боясь, потому что зная, что Всевышний с ними. Да, это испытание, да, его забирают в жену, да, все остальное. Но это испытание больше для него, но не для Сары. Поэтому Толя не говорит, что для Сары это было испытание. Сара знала, что ничего с ней не произойдет. Как только ее забирают в дом, что Всевышний делает, он сразу поражает фараона. И Сара была уверена, что Всевышний ее спасет. Сара была уверена, что это то, что будет с ней, именно. Но самое важное, то, что объясняет Каббала, что все странствия Авраама, все его походы, все, что происходило с нашими праотцами, должно было произойти в будущем и с нашими потомками, с ихними потомками. Пишется, что все, что происходило с праотцами, это знак для его детей. И, подобно тому, как Авраам был изгнан и ходил постоянно, точно так же будет проблема с его потомками, точно так же будет и впоследствии. Поэтому Авраам знает, и Сара знает, пророческим даром, что в будущем их потомкам придется спуститься в Египет. И в Египте существует определенная клепа. Какая клепа? Это оболочка. Это страшная оболочка нечистоты, которая хочет завоевать именно женщин, забрать женщин. Где мы это видим? Фараон говорит, впоследствии, когда он порабощает еврейский народ, он говорит, всех мальчиков кидайте в реку, а девочек оставляйте для жизни. Что он хотел, чтобы было с девочками? Чтобы девочки были воспитаны, как египтянки, чтобы девочки стали египтянками. То есть он хочет просто забрать у нас женщин и забрать их себе, забрать их своему народу. И поэтому, видя, что это будет в будущем, Сара вместе с Авраамом считает, что нужно войти туда, именно попасть в дом фараона и сломать эту клипу. И это Сарыны заслуги ломают вот эту нечистую оболочку, так объясняет Кабала, и дают громаднейшие возможности потом нашим потомкам устоять. Для того, что пишется в Египте, ни одна еврейская женщина не согрешила с египтянином, хотя они были рабами. То есть был один единственный случай, и то это было не по вине женщины, потому что это было изнасилование, которое там было внезапное. То есть об этом говорит Ора в другой главе, мы об этом будем говорить. Но практически не было ни одного случая, когда еврейские женщины изменяли своим мужьям или их могли изнасиловать или что-то с ним делать. Еврейские женщины оставались праведные. У всех, когда Всевышний делит землю, все могут назвать, кто их родители. Все знают, кому принадлежит земля. Все знают отчие дома. Это все благодаря заслуге Сары, которая не побоялась войти в дом фараона. И Авраам, который готов был на такое испытание для того, чтобы спасти еврейские народы. Еще одна вещь, которую мы видим, как раз для Авраама важно, чтобы Сара вышла оттуда с большим имуществом. Он и Сара вышли с большим имуществом. Фараон дает им громаднейшее имущество, говорит, идите отсюда, вот вам куча денег, куча всего имущества, чуть ли там, он его делает чуть ли не богаче себя, он отдает ему практически все. Где мы видим последствия? В последствии пишется, что Аврааму обещано, что его потомство выйдет из Египта с большим громаднейшим богатством. И это богатство, объясняет Кабала, имеет под собой очень высокий духовный корень. Все, что связано с материальностью, там заложены искры святости. И евреи должны зайти, должны взять это богатство и вытащить эти искры святости. Мы будем говорить это в другой тоже беседе. насколько важна материальность для наших праведников и вообще для еврейского мира. Что все, что мы делаем, так или иначе, мы соприкасаемся с материальностью. Поэтому эту материальность они должны очистить. И поэтому для Авраама действительно важно, чтобы Сара туда попала. Что ничего страшного не произойдет. Она сможет устоять, потому что у нее большие заслуги. Для него это действительно испытание. Но она знает, что она сможет устоять. Она знает, что последствия. Она видит наперед, что еврейский народ, что она выйдет оттуда с богатством. И она знает, что это будет для их потомков последствия, чтобы у них были силы тоже попасть и оказаться в Египте, быть в рабстве и выйти оттуда как со своей честью, так и с большим богатством. И дальше мы видим еще одну вещь, что последствия. Опять повторяется история с Авраамом. Опять это уже Грара пишется. Это намек на второе изгнание. С Ицхаком повторяется история. И мы видим, что эти все действия были не напрасны и очень важны. И тут все-таки я попробую затронуть последний вопрос, который я сказал, что я его затрону в другом уроке. Но капельку я затрону. Аврааму сказано в нашей недельной главе «Уходи себе». Уходи со своей земли, уходи. То есть уходи от себя. То есть иногда, когда человек живет обыденной жизнью и не сталкивается с какими-то препятствиями, он не двигается, он не растет. То есть его все устраивает. Он не растет. Это известная маиса, что когда был один хасид, который обеспечивал прием Рэба всегда, каждый год, он был очень богатый, ну довольно богатый, он обеспечивал прием Рэба. И когда Рэба приезжал в деревню, всегда организовывал у него дома, оплачивал это все. Вот однажды Рэба говорит, что передайте этому хасиду, что если он не достанет большое количество денег, я не приду и не остановлюсь у него. Для хасида это было все шок. То есть он не мог понять, что случилось. И потом, когда Рэба уже приехал в эту деревню, он ему сказал, передайте ему, что он не имеет права меня даже видеть. И хасид начал горько плагать, молиться, просить, умолять. И в какой-то момент там произошло чудо, там останавливался кто-то в их трактире, это была какая-то армейская казна, который там, ну короче, получилось так, что большая сумма денег оказалась у них в трактире. Он пришел к Рэбе с этой суммой и говорит, могу ли я это взять? Он говорит, да, ты имеешь право по аллахе это взять, это ставленная вещь, там определенный статус у нее. Он говорит, вот я Рэбе хочу дать вот эту сумму как раз. Он говорит, нет, эта сумма твоя. Он говорит, зачем я все сделал, что ты хотел? Потому что Всевышний, наверху удостоил тебя большой честью быть богатым. Но из-за того, что ты всегда был доволен своей судьбой и ничего не просил, он не давал тебе это. Нужно было выйти из своего сосуда, из своего тела для того, чтобы выполнить то, что Всевышний тебя просит. То есть для того, чтобы дать тебе это. И поэтому я должен был заставить тебя сожалеть и пытаться и хотеть достичь большего уровня. Так и Всевышний делается в рамам, что когда он ставит его перед испытанием, он поднимается на более высокую ступень. Человек после испытания чувствует свои силы и чувствует, что он гораздо больше и гораздо больше может давать. Я никогда не думал, что я буду давать уроки в интернете и не думал, что это будет вот в таком вот формате, если бы не было пандемии. То есть пандемия, испытания, которые не дала мне давать живого, ощущение, заставило меня стать на более высокий уровень, чтобы давать уроки через интернет. А уроки через интернет большая ответственность, потому что твои слова записываются, и ты не имеешь права на ошибку. И то же самое происходит с любым человеком, который сталкивается с испытанием, что иногда для того, чтобы подняться на более высокую ступень, нужно обнулиться, нужно упасть с той ступени, на которую ты уходил. Не упасть с той ступени, а как бы остаться без ничего. То есть у тебя отнимает все, и ты начинаешь двигаться по новой. И поэтому я хотел бы сказать, что все, что с нами происходит, это была как та ступень, которая позволяла нам подняться, чтобы эти, во-первых, чтобы у нас не было сложных испытаний. Во-вторых, если не дай Бог, есть, чтобы мы могли их устоять перед ними. И в-третьих, чтобы мы получили то, что Всевышний хочет дать, особенно наше поколение, которое очень сильно уже перешло испытание, много испытаний было у нашего поколения. Пусть наше поколение заслужит то, что у Всевышнего праведного Машеха. Всем хорошей недели, дай Бог, мы еще встретимся на этой неделе. И давайте мы будем сильные. И это как в той фразе, которая говорится, что евреи подобны маслинами, когда нас начинают давить, выходит масло. Дайте Бог, чтобы это масло выходило без того, что нас давили, как мы говорим. И чтобы Всевышний, не делая нам испытаний, дал нам все самое благополучное. Всем крепкого здоровья и всем всего самого лучшего. Субтитры создавал DimaTorzok